здравствуйте меня зовут александра паснова и сегодняшний ролик на моем youtube канале закоренел источник будет посвящен опунции про пункцию уже снимала не знаю последний тролль клинит но вторую абсолютно точно прошлый раз я показывала различные виды опунции которые пришли к нам в миксе вот эта пункция шла как опунция микс но она пришла все одного вида я не биолог не буду блистать названиями в принципе для данного ролика не имеет никакого значения почему взяла два экземпляра потому что опять же один садовник один вид опунции посмотреть у них какая разница в расцветке то есть это более салатовый это более темно-зеленый больше они особо ничем не отличаются чем интересны опунции у них достаточно своеобразная форма это не всегда кстати опунции плоские те кто видел ролик у меня на кухне то видели опунцию в виде огурчика тоже достаточно интересное чем мне нравятся вот такие сорта опунции тем что у них нет колючек который потом невозможно выковырнуть из рук какие-то пупырышки у них такие есть но они абсолютно не колючий гладенькие и очень интересно не знаю на камеру будет видно или нет рельефный то есть лист достаточно рельефный он такой выпуклый то есть скажем не совсем плоский как лист бумаги а у него есть определен определенный рисунок листа и за счет вот таких белых пятнышек которыми заканчиваются бугорки видите идет бугорок и каждый бугорок у нас заканчивается таким ну аля колючками не может быть и есть но они просто микроскопические опунции относится к суккулентам соответственно это много света мало воды и собственно все неприхотливо декоративно вырастает вот такие виды опунции до каких-то космических просто высот меня сейчас она ну вот уже приближается к метру я все жду когда она начнет заваливаться чтобы ее обрезать и укоренить заново здесь ну может быть я конечно погорячилась это все-таки два немножко разных вида ну все может быть но по мне они практически не отличимы и в принципе по фактуре по структуре по расположению колючек и по бугоркам я могу предположить что все-таки это один сорт каким образом у нас размножаются опунции вот с этим красавцем не сложно представить но скорее всего если мы ее обрежем и посадим она прирастет если есть такая перед такой перешейка я точно знаю что когда вот это срезаешь и втыкаешь землю она начинает расти заново таким образом ее можно обновлять если вдруг напал на нее какой-то вредитель можно верхнюю часть незараженную срезать остальное убрать сменить землю и посадить ее заново ну и само собой в естественных условиях опунции цветут дают плоды плоды едят и многим они нравятся из них по моему тоже что-то делают какие-то то ли напитки то ли еще что-то поэтому если вы любите кактусы суккуленты опунция это тот вид растений на который следует обратить внимание ну просто в силу того что неприхотлив достаточно прекрасен большое количество видов и сортов можно собрать целую коллекцию и наслаждаться любителям южных и западных окон посвящается данное растение напомню что поливаем умеренно поскольку это суккулент что касается корневой системы но вот здесь она уже развелась достаточно у нас здесь 45 экземпляров корешки уже видны поэтому при единичной пересадки берем горшок плюс 2 сантиметра к тому в котором она покупается это у нас 11 диаметр горшка значит оптимальный для нее будет 13 земля для кактусов и суккулентов либо универсальность хорошо разбавленная вермикулитом либо горперлитом ну что вам больше нравится и из вредителей мучнистый червец это ее бич но здесь уж не попишешь ничего то есть только отслеживайте раз в неделю подходите смотрите все ли с ней в порядке и если не в порядке начинаете травить благо вот на таких сортах это очень просто удалить механически червеца и начать обрабатывать препаратами которые вам помогут от него избавиться в принципе растение подходит для любых типов помещения для детских для офисов для кухонь там везде где много солнца везде она будет уместно то есть растение достаточно строгое не какое-то такое воздушно деревенская подойдет под любой дизайн под любую обстановку просто подобрать ей грамотно горшок под интерьер я думаю что она будет достойным украшением любого помещения жилого или нет на этом мой рассказ окончен спасибо что досмотрели это видео до конца если у вас есть какие-то вопросы комментарии вы хотите чем-то поделиться делайте это под видео всем спасибо и до новых встреч до новых встреч